Как увидеть потенциал роста? Может посмотреть на сотрудников и на себя тоже, а, конечно, сотрудник может посмотреть на себя. Вот для того, чтобы вам увидеть, где вы можете продавать больше, нужно посмотреть всего на три параметра. Как много вы работаете? Можно в любом свободном месте пометить. Как много вы работаете? Сейчас я поясню. Это не время. Там с 9 до 17, это не время. Как правило, это, например, количество встреч. Бывает, там, в месяц смотрят. Или в неделю, если этот торговый представитель должен объезжать. Количество звонков. Тут нормативы у каждого бизнеса свои коллеги. Количество отправленных коммерческих предложений. Вот, как правило, вот смотрят такие пары. И здесь первый сюрприз. Точка роста, оказывается, есть у многих. Второе, это как качественно вы работаете. И вот тут, как раз таки, ваше саморазвитие. Тренинги, самообразование, умение работать с возражениями, презентовать. Потому что вы можете работать много, но не качественно. По этому поводу есть хороший анекдот. Легко помогает смысл. Компания занимается продажей недвижимости. Сидит менеджер на телефоне. Это лучший менеджер. Сидит дедушка. Вот ему пригласили консультанта оптимизировать работу. Повысить эффективность. Ему директор компании показывает. Вот наш лучший менеджер. Дед сидит на телефоне. И он работает так. Алло, вам квартира нужна? Нет, хорошо. Алло, вам квартира нужна? Нет, хорошо. Он делает 9500 звонков. Дед. Отлично. Самый лучший менеджер. Консультант дал ему совет. Продажа увеличивается в два раза. Сразу. Что такое? Смотрите, как работает дед. Теперь. Ту-ту-ту. Вам квартира нужна? Нет? А кому-нибудь из ваших знакомых? Не знаю, вопрос. Осталось задавать два. Все. Продажи в два раза подключить. И третье. Это с кем? С кем вы работаете? Посмотрите, с кем вы работаете. Что здесь? А здесь два момента. Те или это компании? Потому что бывает, что не с теми компаниями. В вашем случае, наверное, мало вероятно. Но такое бывает. Когда ломишься, а на самом деле она не ваша. Там и шансы. Не то, что там и роду, не другую, а то, что там, ну, априори, там шансы вообще низи. У меня то ломится там все, все низи. Своими силами. И второе. Те ли это люди? Те ли это люди в компании? Потому что такое тоже бывает. Ну, вплоть до смешного там. Фигачим прайс и секретарю. Некоторые бывают. Ну, это совсем полный, конечно, полный нонсенс. Бывает. Менеджер сидит. У нас была компания, давно еще там, металлопрокатом занималась. Мы продаем металлопрокат. Мы нанимаем менеджеров, что-то они не задерживаются. Значит, я прихожу, значит, 20 человек менеджера сидят, у них одного нет компьютера. Просто факсы перед каждым. У них задача фигачить прайс. Не важно куда. Не, важно, не звонят. Али, вот раз, металлопрокатом занимается, да, факс, примите, пожалуйста. Смысл какой? Прайс можно отсылать только если цена является вашим конкурентным преимуществом. Она у вас одна из самых низких. Тогда прайс будет цеплять. Если у вас цена не самая низкая, прайс надо прятать. Чем дальше, тем лучше. И только когда вы произвели на нее впечатление. Понравились. И у вас уже был секс. Вот цена. Деваться некуда. Короче, человек теперь обязан жить. Это как поставить перед фактом. Но обычно поэтому закупщики сразу говорят, да, не цена, значит, она не будет. Ну, они тоже цена. Тогда вилочку цену. Минимум максимум. Желательно, чтобы минимум был вообще ниже. Пускай там в таком огромном объеме, да еще и дезиндерс. Задача это зацепить. Мы сейчас будем это свинчить попозже. Вот можете себя проанализировать, коллеги. Достаточно ли вы работаете? Как качественный и с кем? Вот и все. И, ну, скажу без ложной стромности, пока не было накладок. Вот в эти три критерия себя зажимаете, финрез есть. Что-то одно страдает, финреза нет. Это как треугольник. Как много, как качественный и с кем. Если одна стенка отсутствует, воздух выходит, и шарик не выдвигается. Понимаете, да? Руберка. Руберка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова